в очередь хочется понять с кем имеешь дело вроде бы все специалисты причем отдельные граждане даже специалисты по лидерству хочется понять как бы сам идентификацию кто из вас себя считает лидером это сейчас как бы не вопрос провокации или кого-нибудь еще на полном серьезном задумайтесь скорее да скорее нет поднимите руку по скорее да кто считает себя лидером я этого и ожидал сто процентов из учетом того что есть люди которые поднимут ничего не спроси если они очида не внутреннюю руку некую воображаемую такую поняли внутри себя что я чертливо вижу коктейля то как бы получается сто процентов тогда кто может дать и об этом разговору саша был что он дискали определение формулировки сколько существует их не счесть сколько концепции сколько авторов это формулировок кто владеет формулировкой понятия лидер я подчеркиваю и не лидерство а именно лидер и готов это формулировку произнести да но глядитесь по сторонам то есть вот опять первая рука поднялась вторая рука поднялась на с айфоном она снимает меня вряд ли голос понятно соотношение да то есть я лидер а что такое лидер я не знаю ну да точно лидер да точно как ты понимаешь ну ну что это такое конечно кто хот數 сделать объявлировку дата может быть не такой четкую не такую метадически проверенные но все-таки сформулировать словами капунта абзаца от как только снял ответственность немножко до немножко градусы снизил так а инициатива проявилась ведь между инициативой ответственностью есть такое такое противоречие до когда ответы слишком высокой люди не сотил литрорем их не проявили бы но если вы все таки открыть сила чуть меньше деспотичный руководитель который он оказывает замельчайшие ошибки, подавляет инициативность, и он приходится работать с вами. Когда он чуть-чуть, он уезжает в отпуск, пробуждается инициатива, потому что можно успеть косяк исправить до его приезда. Или замести следы, по крайней мере, правильно? И тогда проявляется инициативность. В команде вдруг креативные идеи, движение и так далее. Ну, руководитель приезжает, все это, естественно, тут же выкашивает под корень. Поле для гольфа получается такое. На месте, где колоситесь еще эти идеи. Снигла меру ответственности. Оп, лисерки. А кто готов так просто побаловаться, попробовать, сформулировать, ну, там, буквально на уровне прикола и при условии, что камера будет выключена? Мы сейчас до 100% дойдем. Так, наращиваю градус. Тут вопрос какой. Если хотите пробудить инициативность масс, снижаете уровень ответственности, тогда результат становится малопредсказуемым. Когда люди станут экспериментировать за деньги вашей компании. Черт знает, что из этого выйдет. Повысите градус. Никто не захочет ничего делать, придется делать самому. Нужно найти такую меру ответственности, которая позволила бы вам все-таки добиться результата, но не чтобы кто-то что-то делал. Кто готов сделать, эту формулировку произнести, в микрофон, стоя вот здесь? Почему-то подняли руки те, кто не поднимал рук, когда я спрашивал, кто владеет формулировкой. Потому что вот так, ну, устроено интересно. На миру-то и смерть красна. И, наконец, последний вопрос. Кто готов эту формулировку вот отсюда произнести? Как бы от имени собрал? Слушайте, у меня предложение такое по регламенту. Давайте сыграем в Тетрис. Помните, в Тетрис такой принцип? Если валится геометрическая фигурка, а внизу пустота, то она ее заполняет. И там получаются все-таки пустоты, но все-таки их минимальное количество. Мы сейчас сидим в зале, как, знаете, игра, плохой игрок в Тетрис поиграл. Они навалились так беспорядочно. И я докрикиваюсь до последних рядов, трудно различая вообще, есть ли там люди или нет. У меня предложение сыграть в Тетрис, заполнить пространство. Не обязательно из последнего ряда оказаться в первом вдруг не с того не с сего, а просто передвинуться на максимально близкое расстояние, чтобы у нас контакт все-таки происходил. Причем захватывайте фланги. Я нормально работаю с флангами. То есть для меня не важно, в какой части сидит человек, лишь бы поближе. Пока вы идете, вспомнил анекдот о блондинке, которая летела в Милан, знаете? Ой. Не пристально, но меру. Стюардесса наблюдает после взлета самолета, что девушка из экономического класса берет свои личные вещи, переходит в бизнес-класс на свободное место и усаживается, да? Сыграла в Тетрис. Села в бизнес-класс на свободное место. Стюардесса знает, что иногда люди ходят в бизнес-класс в туалет, не понимая, или в туалет, или просто пересел. О, свободное место пересел, они просто не знают этого деления. Есть ли новички в авиаперелета? Она пошла, говорит, извините, у вас билет экономического класса, вы должны сидеть экономической. Та поднимает глаза и произносит текст, который как-то, ну, тоже, как бы нарушена логика, да, нарушена логика, да, там, Саша говорил, нарушена логика, она говорит, я красивая, так говорит, несомненно, я лечу в Милан, так говорит, ну да, вылетит билет на Милан, она говорит, вот и все. Значит, у Агасти нет скрипта, то есть у Бадни, где-то внутренний скрипт есть, очевидно, да, но у Агасти нет скрипта, она уходит, говорит, может, что-то не понимаю, но девушка перешла, может, там, может, я что-то не знаю, какие-то там нормативы и так далее, та говорит, ну да, я пойду разберусь, подходит и говорит, простите, можно разберет? Да, вы знаете, у вас билет экономического класса в 17-й ряд, пожалуйста, пройдите, та говорит, минуточку, как вы считаете, вот я красивая, та говорит, ну да, пожалуй, у меня билет до Милана, говорит, да, до Милана, ну вот. Ставший уходит так, блин, пусть командир разбирается, ну нафиг, зачем, на нем вся ответственность, пожалуйста, не снимайте на видео, на телефон, потому что я, не то, что я просто смущаюсь сразу, начинаю лепитать что-то нелепое. Командир, к командиру приходит, излагает ситуацию, говорит, она блондинка, они говорят, блондинка, она говорит, ну, хорошо, слава богу, с блондинкой разберусь, потому что у меня, говорит, жена блондинка, а я, она говорит, просто по-блондински, по-блондински разговаривает, а вы блондинским языком не владеете. Она говорит по-блондински, я сейчас, а я блондинский язык знаю, потому что у меня жена блондинка, много лет живем, не снимайте, пожалуйста, на видео, я же вижу. Если телефон в одном положении больше трех секунд, значит, не фото, а видео. Или вы смотрите сами.